Таможенник на границе лицо России. 14 февраля свой 23 день рождения отметит Белгородское отделение таможенной службы. Сегодня оно считается одним из крупнейших в стране. 540 километров российско-украинской границы и более полутора тысяч сотрудников. В 2014 этот коллектив был признан лучшим в центральном таможенном управлении. Многие свой профессиональный праздник встречают на посту. Граница не знает выходных. С пункта пропуска Нехатеевка репортаж Натальи Войтенко. В сутки только через пункт пропуска Нехатеевка границу с Россией пересекает более 10 тысяч человек. И далеко не все из них законопослушные граждане. Уже на подъезде к месту назначения нам сообщили об очередном задержании. В досмотровом боксе машина с украинскими номерами. Подозрение у таможенника вызвало большое количество емкости в салоне легковушки. Для сканера не составило труда разглядеть, что пытаются скрыть от посторонних глаз. Всего за несколько минут досмотра таможенники получают картину в мельчайших подробностях. Тяжеловато здесь что-то провести. Если сюда попал, то уже если там было какое-то нарушение, мы это увидим. У нас есть цветовая здесь линейка. Разделяют по цветам, по структуре материала. Чаще всего как учитывается, куда прячут? Ну вот бампера, закрытие где-то под полом, под сидением, под капотом. Этот водитель пытался переправить на Украину более 100 литров бензина. При том, что даже с баком, залитым топливом под завязку, разрешено перевозить через границу не более 10 литров. Вот видите, где вот эти метки, подозрения, где мы будем ставить, да? Они оранжевом цвете, это органика. То есть, ну, дизельное топливо, органическая структура. По словам таможенников, в последнее время такие ситуации не редкость. Ведь топливо в сопредельном государстве вдвое дороже. Пытаясь сэкономить, люди идут на уловки. То приваривая гнище авто дополнительной баки, то разливая бензин в пэт-бутылки. Закон есть закон. Провоз такого литража – это административное правонарушение. В прошлом году таможенниками Нехатеевки было задержано более 15 тонн контрабандного топлива. В самых сложных случаях на помощь им приходят собаки. Они заступают до дежурства вместе с инспекторами, как и они проходят переаттестацию и как полноправные сотрудники имеют свои выходные. Со своей напарницей, чьё полное имя – Демира Монинг-Саншайн-Бордо, Олег Селезнёв не расстаётся уже почти 8 лет. Кинолог говорит, на счету лабрадора Бордоши немало серьёзных задержаний. Её специализация – поиск наркотиков. Человек, который везёт наркотики, он будет видеть собаку, он будет уже проявлять излишнюю нервозность. Что нам помогает? Она полноценный сотрудник таможни. Она в расцвете сил своём по собачьим меркам. Ей ещё работать лет 5 можно. Ультрасовременные досмотровые комплексы, кинологическая служба, автоматизированные системы контроля. А ведь буквально два десятка лет назад в руках у инспекторов был только щуп и зеркало, вспоминает начальник пункта пропуска Нехатеевка Сергей Завгородний. Но и тогда, и в век высоких технологий, на первом месте были и остаются профессиональные качества сотрудников. Никакие средства идентификации и таможенного контроля не заменят человека, на мой взгляд. То есть человек должен быть профессионалом, чтобы он любил и ценил свою профессию, уважал и, приходя на работу, относился добросовестно к исполнению своих должностных обязанностей. На собрании по случаю дня рождения Белгородской таможни Сергей Завгородний был удостоен одной из высших наград службы медали Дмитрия Бибикова. В преддверии торжественной даты поощрения получили также лучшие таможенники ведомства. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов, Новости мира Белогория.